У законе тюнинг и упростить жизнь автолюбителям. Такую задачу ставили в правительстве, утверждая новые правила изменений в конструкции автомобилей. До сих пор легализовать переделки было так сложно, что большинство из них оставались вне закона. С 1 июня ситуация изменится, за исключением случаев, влияющих на безопасность. Как установить дополнительное оборудование на внедорожник или перевести двигатель на газ, не опасая штрафа? Разбирался Илья Филиппов. Просто так навесить этот бампер и поехать по улице. Если это сертифицировано? Да, мы не имеем права, нам обязательно нужно приехать и взять разрешение у большого брата. Так по-оруловски Александр, владелец тюнинг-отелье для внедорожников, объясняет простую мысль. Без бумажки из ГАИ все это дорогое железо – металлолом. То есть это фирменный обвес заводской? Фирменный заводской, якобы на него существуют сертификаты, но это нет. Нет, это не дает разрешения передвигаться без согласования, соответственно, с ГИБДД. Обычный инспектор говорит, что это категорически запрещено. Боди-лифт, то есть делать выше кузов, силовые бампера, 37-е катки, большие колеса, размер которых измеряют по-американски в дюймах. Это все пришло из-за океана, где переделка машины разрешается. В этом случае владельцу лишь дороже обходится страховка. У нас вездехода строительства карается снятием с регистрации. Но почему же мы все равно их видим на дорогах? Как он скачет, как баскетбольный мячик прям. Владимир явно доволен своей американской классикой. И инспектор ему не страшен. Все, в ГАИ все изменения зарегистрированы. Сколько вы кругов ада прошли? Если заниматься этим самому, то, наверное, можно и не работать, а только этим и заниматься. Поэтому есть специальные помощники, которые этим занимаются. По какой порядок внести изменения? О каких деньгах нужно думать? Ну, это десятки тысяч рублей. 30, 40, 50, больше. Каждый случай подобной легализации уникальный. Где больше денег, где больше времени, где в ГАИ отказ за отказом, где техническая лаборатория не одобряет. Постановление правительства, которое вступит в силу 1 июня, призвано эти переделки систематизировать. Эксперты говорят упростить. Сейчас с постановлением правительства мы убираем большую часть коррупционных лазеек, во-первых, которые в этой сфере были и были чрезвычайно ресурсноемкими. Соответственно, мы убираем большую часть сложностей с отказами сотрудников ГИБДД во внесении изменений в конструкцию. И мы, наконец-то, наводим в этой сфере порядок, который, по-хорошему, должен был быть наведен еще в 2015 году, когда принимался технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Кстати, самая главная по России переделка – это перевести машину на газ. В среднем обойдется тысяч в 50, плюс легализация. Но почти половина водителей ездит с тайным баллоном в багажнике. И вроде сервис официальный, и оборудование лучше. Почему? Сколько, примерно, занимает времени, чтобы получить такой документ? Ну, где-то порядка месяца, наверное. Месяца полтора-два. Бывает, все зависит от ГАИ. Для получения разрешения надо будет обратиться в подразделение госинспекции. Перед этим он обращается в воспитательную лабораторию, которая соответствует требованиям данных правил. После этого, после получения разрешения, он проводит внесение изменений в конструкцию. В госинспекцию он приходит два раза. Столько же раз нужно посетить техническую лабораторию? Нужно будет посетить два раза лабораторию. Первый, соответственно, для получения предварительной технической экспертизы. И второй уже протокол после внесения изменений в конструкцию. А еще финально заново пройти техосмотр. По новому постановлению будут определены четкие сроки, в которые должны будут вписаться и инспекторы, и техспецы. Регламент для этих процедур обещают разработать в течение ближайших двух месяцев. Илья Филиппов, Савелий Матюхин, Екатерина Фролова, Михаил Альтеркоп, Вести.